Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курачинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Черкесске дождь, ночью небольшой, днем умеренный. Ветер восточный с переходом днем на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 4, плюс 6 тепла. Доброе утро, Аслан. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Тем более вы на нашей программе в первый раз. Я бы, знаете, что хотела у вас узнать. Об истории создания вашего центра. Он не так давно существует, насколько я понимаю? Не так давно, да. Называется Центр помощи в ЧАЭС. Идея создания возникла у бывших, у настоящих работников в этой области ЧАЭС. У добровольцев, которые давно занимаются и по сей день. И в 2021 году взялись, создали и юридически правильно оформили вот этот наш центр. А какие цели у вашей организации? Главная цель – это развитие добровольчества в сфере ЧАЭС. Для дальнейшего их участия в подготовке и информировании населения в области ЧАЭС. Для участия в аварийно-спасательных и поисковых работах. Для участия в тушении и профилактике лесных пожаров. А также профилактики пожаров в быту. А как можно стать добровольцем в вашей организации? Любой ли человек может? Добровольцем может стать любой человек любого возраста. Для этого надо иметь, во-первых, желание, ну и огромное и доброе сердце. Ну и обратиться к нам. Можно по соцсетям, можно по телефону, можно по адресу. А что было сделано за время вашего существования, допустим, за прошлый год? За прошлый год мы занимались профобучением сотрудников центра, обучили также 30 добровольных пожарных, провели беседы по пожарной безопасности в быту. Посетили более 30 школ республики, даже в самых отдаленных районах. Охватили около тысячи детей, школьников, обучили их навыкам безопасного поведения. И этот вопрос у нас остается и на будущее самым главным, так как он касается самого важного контингента детей. Подрастающих. Да, детей. Обучение детей навыкам безопасного поведения. Также проведено мероприятие, такое относительно у нас республики крупное, и оно впервые. Провели конференцию под названием «Я доброволец». Провели несколько семинаров обширных с участием всех заинтересованных лиц и добровольцев, с приглашением добровольцев даже других сфер. Провели вот такие семинары. Также постоянно проводятся мастер-классы, показания первой помощи. Это и в этом году проведены, и на будущие годы это на постоянной основе. Ну, в общем, большая работа проводится, большая нужная работа. Я благодарю вас за полезную информацию, желаю вам успеха в вашей работе. Взаимно всем успехам. Спасибо.